Я не то что-то сказала. Я прям в рот пла, копа. Секл пробовать. Чик-чирик, я в домике. Дождь накаляется, разгоняется. Всем привет, меня зовут Юля. Наконец-то пришла весна. И с вами USGS News. Сейчас я вам расскажу, что происходило в апреле. Поехали! 9 числа состоялось долгожданное служение. После двухнедельного перерыва все очень друг за другом соскучились. Общение в уютном кафе было очень живым, веселым и непринужденным. Глубокое прославление сменилось молитвой, после чего пастор Александр Мастюк проповедовал на тему «Go Home». Мы живем в особенное время, когда мир все темнее, а церковь призвана светить все сильнее. Церковь во всем мире, а также в Украине, переживает времена необходимости перемен. Бог призывает нас к этому. Именно поэтому с сегодняшнего дня я начинаю цикл проповедей о том, как нам и церкви в целом вести здоровый образ жизни. Как написано в Ефесянам 4 глава с 11 по 12 стих, церковь сегодня как никогда нуждается в полноте Христа. Служение апостола, отцовство, пророка, святость, евангелиста, умножение, пастор, исцеление и учителя наставления. С приходом весны начинается дождь, поэтому мы идем прятаться в домик. Чик-чирик, я в домике, и мы продолжаем. Ну а 16 апреля на служении YGS Church состоялась презентация 15-го юбилейного сезона лагеря Республика Мечты, ну или в простонародье РМ-2016. Организаторы позаботились, чтобы многочисленные гости с первых минут окунули цвета, стиль и атмосферу происходящего мероприятия. Достижением сезона является то обстоятельство, что этим летом с 4 по 14 августа лагерь пройдет на Черном море. На территории уютного комплекса «Солнечный» уже готовится уникальная и неповторимая программа «Бум», которая никого не оставит равнодушным. Приглашены музыкальные группы, театральные коллективы, неординарные личности, чтобы придать праздничного настроения для всех отдыхающих. На втором служении месяца пастор Александр продолжил свой цикл проповедей, и в этот раз была тема «Пихоли», где он говорил о важности освящения церкви, что происходит благодаря служению пророка. В книге Откровения сказано «Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще осквернится, Праведный да творит правду еще, и Святый да освящается еще». Очень важно, чтобы нас поправляли и делали это с любовью. Не забывая об истине, мир нуждается именно в такой церкви сегодня, где есть Божьи стандарты святости. Но особенностью следующего служения стало выступление театрального коллектива «Экспириенс» с постановкой «Неинтересная история», хотя на самом деле было очень интересно. Это было уже не первое выступление трупов. Всякие раз зрители с замиранием сердца окунаются во все происходящее. Как вы думаете, важно ли верующим продолжать нести Евангелие в этот мир? Я думаю, все ответили однозначно. Да. Именно об этом пастор говорил после театральной постановки. Он проповедовал на тему «Generation», ведь умножение – это то, чего ожидает от церкви Господь. Важно отметить, что церковь призвана расти не от перемещения верующих из одной общины в другую, от появления новых людей. А я, как руководитель Альфа-курса, хочу поздравить всех его выпускников от имени пастор и всей церкви с его окончанием. Это было замечательное время обучения духовного роста для каждого участника, но мы не останавливаемся и начинаем новый набор на Альфа-курс, где каждый желающий может получить основу христианского учения. Welcome! Если тебе интересно, подходи ко мне и записывайся, а также ты найдешь ссылку на мою страничку ВК в описании под этим видео. В последний день апреля мы провели пасхальное служение. Конечно же, по доброй традиции нашей церкви в праздничные дни наши замечательные девчонки приготовили для всех вкусные угощения, а на служении мы пели пасхальные песни, смотрели видео о смерти и воскресении Иисуса Христа, а наш пастор напомнил нам пасхальную историю, после чего мы и совершили причастие, так как пасха – это подарок Божий для всего человечества. В этот замечательный праздник мы решили собрать подарки для онкобольных деток. Мы молились и верим в их исцеление. Мы знаем, что Бог может совершить чудо в их жизни. Ну а напоследок хочу напомнить, чтобы вы подписывались на нас во всех соцсетях, и, конечно же, помнили, что Бог очень-очень-очень любит каждого из вас. Welcome to USGS Family! Пока!